Дорога на улице Гражданская в Качкурове только на первый взгляд дорога. Бетонные плиты положили в 90-е годы, чтобы техника и рабочие могли ездить на местные предприятия. С годами покрытие ветшало, каждую весну здесь разливается настоящее море, разрушает покрытие. Теперь проехать по улице задача не из самых легких и самых быстрых. И местные жители берегут остатки былой роскоши и свои деньги. Раз проедешь, вот я сегодня съездил, купил две бухонки хлеба. Ну, хватит мне. А вот второй раз поедешь – нет. Попробуй. Вот последний ремонт мне обошлось. 35 тысяч машины. А что за машина? Калина. Таких испытаний автомобильные подвески не выдерживают. Скорая с учетом особенностей дороги становится совсем не скорой. А таксисты просто отказываются приезжать за пассажирами в эту часть райцентра. Таксист не приедет. Если хотите, идите до этого. Вот плиты, где разбиты, до конца. Эта старушка идет полтора километра, там ждет такси. Сюда не едут. Тут плиты. Разбитая дорога. Большая часть местных жителей – пенсионеры, которые в силу возраста часто обращаются в больницу. Но три километра до порядочного асфальта становятся настоящей преградой между людьми и медициной. Если, например, идти туда без скорого, вызывать, если такси, как не скажут, никто не приедет. И туда доезжай, как хочешь. Хочешь пешком, хочешь мертвым. Но даже такая дорога – предмет зависти соседней улицы. Гражданская плавно переходит в Пенькозаводскую. И тут какое-никакое твердое покрытие заканчивается совсем. А вот по нашей улице вообще в грязь не пройдешь. Это ни осенью, ни весной. Да, никакого покрытия нет. Оставляем, да, около. Дети приезжают? Нет. До дома не доезжают. Останавливаются вот здесь, где оставляют машины. Крайние улицы Качкурова игнорируют давно. Здесь нет даже освещения. Хотя о своих надеждах и проблемах люди говорят чиновникам. Обращались в администрацию, в главе Светланы Николаевны Герасимы. Сама относилась к заявлению. Все подписи собирали и отнесла туда. Потом дом там снесли в микрорайоне. Сюда привезли, наверное, Камазов-10 осенью, когда проехать нельзя. И свалили? Оставили, свалили вот. Да, потом октябрь-ноябрь там уже замерзло все. Все. Дети стали звонить. Приехали, туда не проехать. Ни скорая, вдруг чего пожарка, никто. Наваленные кучи строительного мусора тогда все-таки разровняли. Хватило только на половину улицы. Но грязь быстро поглотила все, что насыпали. Местные жители уверены, что если взяться за дело сейчас, то еще можно спасти дорогу меньшими усилиями и затратами. Потом будут требоваться капитальные вложения. Все плиты начинают рассыпаться. То есть они, я так думаю, прогрессия пойдет, будет умножаться в десятки раз с каждым годом. И плиты скоро, я говорю, где-то, не знаю, через сколько они будут рассыпаться. И я говорю, максимум 5-10 лет здесь будет. Как, ну, до плит было. То есть трактора начнут нас развозить здесь и так далее. Пока соседние улицы укрывают новеньким асфальтом, гражданская потихоньку стареет и возвращается к своему советскому прошлому. Проехать по ровной дороге и прийти осенью домой чистыми. Мечта местных жителей. Светлана Лашина, Андрей Просвиркин. Наши новости. Село Качкурово. Мордовия. Продолжение следует.